Привет всем! О синусовой тагикардии говорят, когда частота сердечных сокращений ЧСС превышает 100 ударов в минуту. Ее достоверным признаком является положительность БЦП в отведениях 1, 2, ИАФ и двухфазные отрицательные в отведении В1 электрокардиограммы. Синусовая тагикардия может быть физиологической, фармакологической, реакцией на прием и отмену лекарств и патологической. Физиологическая синусовая тагикардия возникает только при физическом и психическом усилии у беременных, ведь правда же долговременное, постоянное и физическое, и психическое одновременно усилие. Усилие должно быть по крайней мере умеренным, при этом с его увеличением ЧСС возрастает. Важное условие физиологической тагикардии – восстановление исходной ЧСС после успокоения. Время, требуемое на восстановление, при умеренном усилии, должно не превышать 5 минут. С его увеличением оно возрастает, но по времени обычно не превышает 15 минут. Фармакологическая синусовая тагикардия возникает при приеме таких лекарств, как адреналин, норадреналин, допамин, допутамин, атропин, сальбутамол, метилксантины, запрещенные наркотики и другое, а также отмене бета-облокаторов. По этой причине принимающие бета-облокаторы рекомендуют уходить от них ступенчато с постепенным пошаговым уменьшением дозы. Патологическая синусовая тагикардия определяется уже в состоянии покоя или при минимальном физическом и психическом усилии. При этом время на восстановление исходной ЧСС удлиняется против указанных в новой нормативов, и чем оно дольше, тем дело хужее. П-рода патологической синусовой тагикардии до конца не изучена. Это нарушение и автономных механизмов циклической сердечной деятельности, и нейрогуморальной регуляции, и генетические причины, и все это вместе взятое. Она клинически может не проявляться, но часто сопровождается такими нарушениями, как сердцебиение, одышка, непереносимость физических упражнений, разные степени, головоукружение. В диагностике природы такой тагикардии используются суточные мониторирования кардиограммы, разного рода нагрузочные пробы, методы электрофизиологического исследования сердца, включая фармакологические пробы, методы визуализации, в первую очередь эхо-кардиография. Физиологическая синусовая тагикардия является естественной и специального лечения не требует. Что касается фармакологической синусовой тагикардии, повышающие ЧСС лекарства должны использоваться под ее контролем, когда можно на короткое время, в других случаях в дозах умеренного повышения ЧСС или заменяться препаратами из других групп. Всем показан здоровый образ жизни с рациональным питанием, включая употребление в пищу богатых накалей продуктов, обязательными физическими упражнениями для повышения ресурсов сердечно-сосудистой системы, в том числе управление своей психикой, чтобы держать под уздой эмоциональные всплески. При необходимости используются бета-блокаторы, писопролол, бетоксолол, метапролол, карвидилол, но контролируя дозу, чтобы не вызывались побочные эффекты, например, такие как хроническая усталость, падение артериального давления. Возможной опцией являются дегидроперидиновые блокаторы кальциевых каналов нефидипин, филодипин, деропамил, дилтиазем, чаще ретардные формы, при тех же ограничениях, что и для бета-блокаторов. При низком давлении или падении давления препаратами указанных групп хорошим решением является Ива-Бродин. Его, кстати, можно сочетать с бета-блокаторами, что расширяет возможность использования препаратов обеих групп при патологическом синусовой тахикардии. Важный момент. Патологическая синусовая тахикардия, в том числе сначала при физической нагрузке, а потом уже и в покое, может носить компенсаторный характер для проблемных сердца и сосудов. Это означает, что мешательства должны быть осторожными, аккуратными в дополнение к мерам на восстановление сердца и сосудов, организмных систем регуляции и ресурсов здоровья в целом. Здесь правило «не навреди» особенно актуально.